Как вы видите, дорогие друзья, мы заехали в Молдову. Тяжело нас оформили на этот раз. Очень много времени заняла процедура оформления документов. С каждым разом все дольше и дольше они нас держат. Не хотят нас отпускать. Это у нас небольшой объезд, ремонт. Очередного моста. А тут еще и дорогу укатывают. Или проложить. Дорогу делают. Вот она в чем делает. Видимо, ремонт моста будет надолго. Раз они взялись за ремонт этой объездной, Видимо, не там надолго. А может, я и ошибаюсь? Увидим. Давай, брат. Давай, газуй. Через 100 метров поверните направо. Левее. Пам. Что? Что такое? Угол дядька не взял, да? Радиус надо было. А, там этот асфальтоукладчик, он не вписывал. Понятно. То есть, что он так... Все, теперь понятно. Спускаемся к плечам. Сейчас тут будет круг. На кругу нам надо направо, потому что в Бритяно идет ремонт. Используя второй съезд. Прямо нельзя, потому что там ремонт. А налево через город тоже нельзя. Потому что грузовым запрещено. А, полицейно. Да. И нам надо направо. Берем направо. На объездной. А я, по-моему, уже тут снимал. Здорово. Или не снимал. Не помню. А тут сейчас несколько километров играем, а потом поворачиваем налево. Будем ехать за коллегой, потому что мы дорогу не знаем. Тут повернул налево. А? Тут, по-моему, повернул налево, Наташа, на самом деле. Поехал через город сзади, который... Не знаю. И на заправку заехал. А я уже все смотрел. Мне штраф 900 лей, по-моему, за знак. Грузовым запрещено где-то так. Но это не точно. Тут какой-то завод тоже был. Непонятно какой. Небольшой. Небольшой? Но большой. А, но большой. Ну да, какой-то заводик тут справа был. А может, не завод, может, жилые дома. Много квартирные. Пишите в комментариях, если кому надо, информация там есть. Продается озеро недалеко от Бричан. А, кто-то и есть Бричан. Недалеко от центра города. Далеко от центра. Табани. Меня звенит, Табани. Название, конечно. Что это означает, Табани? Та-бани. Все, тут мы налево. Кишинев 223 километра. Хотя мы не на главной. Сбрава у нас ничего нету. Поворачиваем налево. О, дядька красавчик остановился там выше. Молодец. Вот они впереди, Бельцы, дорогие друзья. Километров еще 10 до Бельцы. Тут заправка, сзади нас Лукоил. Мы остановились. Какие-то мы косячные с папой в этом рейсе. Капец, блин. Забыли мы транзитку по Молдове на Приднестровье. Сейчас ждем. Коллега будет ехать с границы и передаст. Через него передадут нам эту транзитку. Я в шоке. Как так, а? Как так, блин, вообще? Ну вы нас, ребята, строго не критикуйте. Поймите нас. Мы уставшие всю ночь ехали. Ой, друзья, сейчас вам расскажу один прикол. Папа просто меня травит всю дорогу этим приколом. Капец, блин. Это мы еще в Польше ехали. Не доезжаю еще до... до Ржешева. Короче, едем там в круг. И получается выезжать с круга. А на встречке кусты такие высокие. И обрыв идет. Я что-то поворачиваю голову, голову поворачиваю. Вижу, как что-то такое черное залетает в те кусты. И туда в обрыв падает. Ну, небольшой такой обрывчик. И рядом еще дедок стоял. И тоже смотрел на все это. И смотрит, смотрит. Я к папе говорю, папа, смотри, там один на мопеде, на мотоцикле. Залетел в кусты и упал в обрыв. Папа такой, да ну нафиг. Типа мы проезжаем уже до тех, тихонечко-тихонечко. Может там остановиться, помочь. А там обрыв реально небольшой. Все видно, знаете, знаете. Проезжаем, ничего там нету. Смотрим дальше, дальше. А дальше там, короче, очень много стая ворон. Черных таких больших. И потом я уже понял, оказывается, это полчеря в ворона в те кусты залетела. И навернулась. И полетела дальше. Вот прикол в том, короче, все дорогу меня травит. Что там, о, где твоя ворона на мотоцикле? Где твоя ворона на мотоцикле? Говорит, да, Артур, уже глюки начинаешь. А было еще днем, было светло, нормально было. И не уставшая, ничего такого, чтобы думать, может, на усталость. И вот он мне всю дорогу. Где твоя ворона на мотоцикле? Ворона на мотоцикле, блин. Подушка какая, да, здесь? Хорошая такая подушечка, полметровая, наверное, будет еще ставить ее. Углубились хорошо. Веруселились? Ну да. Расширили обочину, отливы, бордюры, тротуары. Ну, тут капитально дело. Ну, тут метр даже есть. По-любому метр. У глубины. Так, этот спереди нас на аварийке. Он здесь еще встанет. Нам надо его обойти. Так, мы его обходим. Разметочка. В Чешмя проехали. Заезжаем в Беливан. Тут вкусные беляши. Беляши вкусные? Никогда не ел. Тут беляши вкусные. Помнишь, какая здесь была убитая дорога? Очень была убитая. Это улица Мончешт. Очень была плохая дорога. Лет 10, я думаю, назад. Это уже крайне. Выезжаем из Кишинева, дорогие друзья. Перед трактором. Да, впереди там, перед бетоноглазом или кого-то. Миксером, чем там. Трактор передадим. В этом мы так толкаемся не спеша. И что вы думаете, дорогие друзья? Вот и мы подъезжаем потихонечку. Вот этот спуск в город Бендеры. В народе называется Суворовская гора. Правда, я не знаю, почему она называется Суворовская. Я не знаю, что это кино. Суворовская гора. Вот это у нас называется. И вот там Бендеры. Мы сейчас спускаемся. У нас время сейчас 17.58. Почти 18.00. 6 часов почти. Такой красивый город. Правда? Да, что-то будто что-то видно. Нет, тут ночью, когда освещается, освещается очень красивый вид на город, ночь закрывает все некрасоты, как сказать, правильно, не знаю. Днем у нас везде все выглядит убого. Убого, некрасиво. Те же самые вот обочины. Даже смотришь на них. Короче, вот там вот. мы сейчас находимся в Бендерах. По правую сторону вы можете увидеть обувную фабрику в флуаре. и тут, получается, в Бендерах идет крупным планом, ой, крупным планом, ходом строительства, ремонтом оста, и поэтому сейчас все едут по этой дороге. Тут на светофоре нам надо прямо. Получается, вчера мы приехали, оставили машину уже на парковке и переночевали дома как нормальные люди. И сегодня с утра, сейчас время 8 часов 12 минут, нам надо в полдевятого быть на разгрузке. Это у нас улица Коммунистическая. Если интересно, вот он стадион городской. Ремонтировали, строили, опять ремонтировали. С левой стороны у нас парк Горького. Листья падают. Осень, да? Все, осень. Морозно. Кабачок чувствуется? Нет. Это у нас уже улица Тираспольская. Тут у нас на правой стороне будет автовокзал. Это уже мы выезжаем с города. там автовокзал. с правой стороны бандерский. Его тоже ремонтируют, как мы видим. Целые вечности. Впереди у нас улица идёт. Пересекаем перекрёсток с улицы Суворова. Суворова эта улица идёт в центр. А мы едем прямо. На Т-образном берём налево. И там уже на террасу. Вот, светофор короткий, капец. Таксист проскочил. А тут я справа вижу светофор сняли. Видишь, который как на нашей. На нашей стороне. Только там дальний есть. Видишь, как Днестр у нас с правой стороны. Мы её пересекаем с вами и на Украине пересекаемся. И вот и тут в Виндерах тоже. Всё, теперь у нас впереди террасполь. По-моему, нам где-то здесь надо. Да, да, сюда. Тут у нас выгрузка. Сейчас будем выгружать нас. Продукция. Топро. А, тут три. Тут три идут по одному. Итак, дорогие друзья, нас уже разгружает с папой. Затянулась немножко наша выгрузка. Время у нас получается сейчас 16 часов 20 минут. И минут 10, как начали только нас выгружать. После выгрузки мы едем домой, ставим машинку на стоянку и на этом наш рейс заканчивается. Я вам всем говорю огромное спасибо, когда смотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Не понравилось, пишите, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всё, выгрузили. Подональдзе.